Работа в технике печь-ворк, лоскутное шитье, давно сложившееся на Руси прикладное творчество, которое вполне актуально и сегодня. Изначально сшить из кусочков наши предки стали, чтобы зазря не терять остатки драгоценной материи. Теперь же цели совсем иные, и порой это далеко не экономия. Несмотря на то, что у нас у всех есть залежи всевозможной ткани, потому что все, что увидели, мы хотим купить. Если какого-то оттенка нет, мы идем в один магазин, второй магазин, куда-то поехали, там купили, там сложили. Такие панно – результат коллективного труда. Кто-то делает фон, кто-то подбирает и вырезает листочки, кто-то собирает русалку и ученого кота. А кто-то соединяет все в единое полотно и сшивает. На эту сценку про пушкинское лукоморье у коллектива мастериц ушел год. А такое свадебное одеяло с нашитыми пословицами и славянскими символами – явный отсыл к истокам народной культуры. Здесь идут рисунки наши русские и рязанские в том числе. Это калаврат, вращение Солнца, Земли вокруг Солнца, да и всей галактики. Лягушечка называем. Вот этот очень древний, просто ортодоксальный знак глубокий, которые вышиваются руками и вышивают, не прокалывая ткань, а между переплетениями ниточками. То есть это да, это по счету нитей идет. На всероссийских выставках и фестивалях о работах рязанских мастериц говорят, что в них русская душа. Клуб «Волшебный лоскуток», объединяющий мастериц «Петчворк», появился в Рязани еще четверть века назад. Сегодня в нем около 25 человек. В будущем музеи представят по большей части их работы. Мало кто знает, что рязанской иголкой вся Россия шила 200 лет. Потому что при Петре I был построен в России первый игольный завод в Каленцах. И мне, если честно, казалось, что эти все панно, это какой-то тогда, мне казалось, это пылесборник. Но когда я начала складывать эти тряпочки и из них вдруг получались картинки, я вам хочу сказать, мне уже было все равно, какую пыль они будут собирать. Мне просто нравится сам процесс. Вот цветовая гамма, подобрать эту цветовую гамму, шить это и то, что потом получится. Шить из лоскутков действительно почти то же самое, что писать картину, говорят умельцы. Хотя нет, все-таки сложнее. В коллективе была художница Купцова Людмила Дмитриевна. Она нас научила составлять картины, которые объемные, которые состоят из мелких кусочков, подбора ткани. То есть у нее свое видение, она художник. Но она всегда удивлялась тому, что она закончила Строгановское училище, говорит, как вы сочетаете ткани по цвету, которые совсем художники никогда не сочетают. И она восхищалась, говорит, ну вот вы вроде как никакого образования не имеете. И в то же время получает красивые изделия. Откроется музей 28 августа, а уже 7 августа, в ближайшую субботу в сквере за памятником Петрова можно будет оценить самые яркие экспонаты, а также дефиле в одежде, исполненной по технике печь вор. Не пропустите. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Так, спасибо.